Валерия Касатонова, удивительного человека, в некотором роде легендарного для нашего города, сегодня бесспорно знают многие. В его уверенном, отточенном шаге, особой осанке и всегда исключительно внешнем виде, возраст не прослеживается нисколько. А ведь совсем еще ребенком Валерий Федорович пережил блокаду Ленинграда. Об этом говорит знак на груди, а рядом серебряный значок с подводной лодкой, как напоминание о большой жизни, проведенной на морском флоте. В жизни самое трудное выбрать профессию. У нас, как говорили в семье, жену и профессию выбирают раз в жизни. Выбрал профессию моряка и я старался быть как можно больше постигнуть знаний в области морского дела. После военно-морского училища подводного плавания я учился в военно-морской академии. Хорошо учился, закончил ее и стал моряком-испытателем. Это прекрасная работа. Многие знают, что летчики-испытатели, герои, есть и моряки-испытатели. И я занимался испытанием радиотехнического вооружения кораблей военно-морской флоты. Прекрасная профессия. Много ученых встречалось на моем пути, много умных людей, талантливых. Поэтому, конечно, один корабль прошел, второй корабль прошел. И вот сейчас они ходят уже много лет. Это я испытывал, это я испытывал. Это гордость. Актуальный в эти дни для старшеклассников вопрос «Кем быть?» для Валерия Федоровича Касатонова не был насущным. Его семья неразрывно связана с флотом. Здесь служило не одно поколение Касатоновых. В 1950 году мама отвела 11-летнего Валеру поступать в Ленинградское Нахимовское военно-морское училище. Трехступенчатый экзаменационный барьер был блестяще преодолен. После чего Нахимовский выпускник стал курсантом Ленинградского высшего военно-морского училища подводного плавания, которое тоже закончилось отличием. Дальше был Северный флот, подводные лодки, многочисленные испытания на морских судах разного уровня. И всегда с собой, как талисман из блокадного Ленинграда, Валерий Федорович носил небольшой сувенир, подаренный ему моряками в далекие 40-е годы. У меня есть вот, понимаете, такая фигурка, это Нецки, японская Нецки. Называется он Хатей. Если по животу ему погладить сто раз, то счастье и удача будет сопутствовать себе. И он всегда улыбается, видите, Хатей. Этот Хатей, вы знаете, вы не поверите, мне подарили его моряки, они жили в нашем доме во время войны в Балкаду, в 1942 году. И с 1942 года прошлого века, прошлого тысячелетия, я каждый день ношу его с собой. Где бы я ни был, на подводной лодке, или лечу в отпуск на самолете, или еду в поезде, всегда со мной вот этот вот мой талисман, который приносит несчастье. Эти и многие другие воспоминания спустя годы станут основой 15 книг, выпущенных на собственное средство ограниченным тиражом. В них, правда, морской жизни и военное детство, эхо которого отзывается в душе сквозь годы. Моряку, который побывал в разных ситуациях, и драматических, и трагических, и даже комических, есть что вспомнить и есть что рассказать. Меня вот всегда беспокоило, что вот я это пережил, и оно где-то в душе находится. И вы знаете, пока не написал первый рассказ, мне стало легче, второй еще легче. То есть я должен был вот из души своей вынуть эти все переживания и страдания и отразить в литературе. Видите здесь, морские глубины, какое красивое название подводников. Или, допустим, вот «Жизнь моря, честь никому». Где я так еще услышишь? Это вот морские офицеры. Моряк-испытатель. Это я занимался испытательной работой. Ленинградская блокада в памяти сердца. Я даже дважды издавал эту книгу, переработав второй раз, потому что эта тема, она действительно в сердце находится у каждого ленинградца, у каждого блокадника. Сегодня Валерий Федорович полон сил и энергии. Он с удовольствием посещает мероприятия патриотического характера, общается с молодежью, а еще принимает поздравления с юбилеем Великой Победы. Награду от имени президента России Валерий Федорович получил накануне. Планов у нашего героя очень и очень много. Сейчас он готовит к печати новую книгу, которая выйдет в свет уже совсем скоро. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Александр Мукаревич, телекомпания БУК-ТВ.